Доходы многих из них оставались в живеме только в них глаза. На месте совершенно вот эти глаза и тех педняков, рядом с которыми лежали последние крупы всей их жизни, я вас уверяю. Они себя ярче, чем звезды в Можемом Христа. И знаете, я сейчас вам скажу откровение, на которое только внучка по этой романтикой способна. Я не видела ничего прекрасного в мире. Вот эти глаза. В последнее время дедушка, он тоже смотрит на меня такими же глазами. Мистер Шернона, что за звуки я все время слышал оттуда? Таджавский, Снорельный берегу. Мне кто-то все время слышит и ворочается вот там, за гранью. А, это бексикация, поймали его, они ее провязали. А берегу ее не отпускают. Она рвется на ногу. Ну, никак. Скажите мне, Желас, а у вас есть какая-то... Что? Личная жизнь. Мы с дедушкой составляем друг друга. Дом – это нечто такое, в чем каждый находит свет, лит и покой. Понимаете, о чем это? Да, и очень хорошо, но если птица вьет гнездо, она же не будет вить его на дереве, которое может вскоре упасть. А я не птица, мистер Желас. Ну, это лишь метафра, мне Желас. Но все-таки, если птица вьет гнездо, она же вьет его, вьет ради великой цели. Какой же? Ну, спаривание и продолжение рода. А я вам еще раз повторю, мистер Желас. Я не птица. Я принадлежу к роду человеческому. Если одно существо этой фантастической природы решает светлый гнездо в сердце другого человека, обязательно нужно думать надолго ли? Только так? Да, а когда старый джентльмен уйдет из этого мира, что вы будете делать? Да, остановлюсь и его продолжить свой путь. Вероятно, я буду жить дальше. Одна? Путешествовать одна, останавливаться в отеле, в номере на одного и сидеть за столиком, за одного в полном одиночестве? Я вас благодарю за участие, мистер Желас, но моя профессия учит быстро находить общий язык с людьми и быстро превращаясь в друзья. Заказчики не друзья. Могут и не стать, если у них есть дружина. Да, но каково вам будут путешествовать после стольких лет путешествий с дедушкой? А вот испытай. Вот тогда я узнаю, каково. И потом, мистер Желас, не говорите об одиночестве. Будто оно неведомо другим людям. Например, вам. Всегда путешествовал с твоим вагоном туристов. Конечно, но не говорите при этом, чтобы вы не были одинокими. Ну, мне всегда удавалось близиться с кем-нибудь из друг. Ну, конечно. С какой-нибудь туриесточкой, Рома Боже. Я была вот здесь, на веранде, когда крайне из них продемонстрировала, до какой степени вы оставались одинокими в этих ваших сближениях. А как вы были с ней вежливыми, мистер Желас? Ваши истинные, джентльменские манеры. Да ваши отношения к этой девушке. Нет, мистер Желас, не упреждайте себя. Мы всегда путешествовали один. Разве, может быть, ваш призрак создал вам компанию больше? У вас никогда никого и не было.